Известный писатель и педагог Василий Сухомнинский говорил, что искусство – это время и пространство, в котором живет красота человеческого духа. Оно очень многогранно. По-настоящему всецело и наиболее полно познакомиться с его видами можно только с помощью самого искусства. Художественно-графический факультет ВГУ известен не только на территории Беларуси, но и далеко за ее пределами. В зарождении его более полувека назад можно смело назвать вехой в летописи развития белорусского образования и культуры. Программа про искусство будет в каждом своем выпуске знакомить зрителя с известными художниками, искусствоведами, педагогами и выпускниками самого творческого факультета ВГУ, чтобы показать искусство во всех его проявлениях. Тема нашего первого выпуска – скульптура. И поближе с ней познакомиться нам поможет Сергей Николаевич Сотников. Сергей Николаевич Сотников – доцент кафедры изобразительного искусства художественно-графического факультета Витебского государственного университета имени Петра Машерова. Известный художник, скульптор, участник международных, областных и городских выставок. Автор городских скульптур «Двое», «Лучоса», «Старик Хатабыч», а также скульптурной композиции мемориала на месте концлагеря «Пятый полк». Сергей Николаевич, расскажите, что такое скульптура и что отличает ее от других видов искусств? Ну, скульптуру можно называть любой объект, который имеет трехмерное, скажем, в пространстве обозначения. Ну, то есть это некий объект, который создал человек, который не носит утилитарный какой-то характер. То есть скульптура – это не может быть утюг или стул, это уже предметы дизайна, а именно авторская вещь, которая раскрывает какие-то сложные чувства, является аутентичной, в единственном экземпляре и осязаемой, и, в общем-то, находится в пространстве вот эта скульптура. И скульптура, она, наверное, один из самых древних видов искусства. То есть это может быть металл, это может быть камень, это может быть обожженная глина терракота. Вот. Из этих материалов скульптуры как раз-таки дошли до наших дней, вот, и пережили там и войны, и пожары, и там, и землетрясения, и так далее. Некоторым скульптурам больше тысячи лет, и они в прекрасном состоянии. Вот. Для того, чтобы сделать скульптуру, конечно, нужны, во-первых, знания определенные, во-вторых, знания технологии, потому что как раз-таки, чтобы создать скульптуру в твердом материале, нужно знание технологии этих материалов. Скульптура – один из самых выразительных видов искусства. Работы воятелей мы можем видеть не только в музеях, на выставках и площадях. Они без преувеличения окружают нас со всех сторон. Но стать скульптором непросто. Это по силу только талантливым людям. Сергей Николаевич, чем скульптура заинтересовала именно вас? Ну, я когда пришел учиться на художественно-графический факультет, познакомился с прекрасным педагогом, Иван Ивановичем Колодовским. И его такая искренность, доброта, самоотдача в работе со студентами меня привлекла. И он вел занятия как раз-таки по факультете, по скульптуре. И я к нему стал ходить на занятия. Мне понравилась атмосфера, вот эта, которая царила в мастерской. Интересное задание. И как-то у меня получалось все неплохо. И я стал заниматься у него постоянно. И так получилось, что я даже после окончания института еще приходил, будучи уже учителем в школе, я приходил к нему на занятия. Старался приходить и занимался, лепил. Ну вот вы являетесь автором многих скульптур у нас в городе. Конечно, понимаю, что вопрос нельзя будет ответить однозначно. Но насколько долгий этот процесс создания скульптуры? Вот от начала, скажем так, от эскиза какого-то в голове и до того, что мы уже видим на улице города? Ну, я могу с конца начать. Технически достаточно долгий процесс. То есть, когда я уже слепил скульптуру, то какое-то предприятие, например, делает эту работу мою, переводит в материал, например, в металл, в бронзу или в силумин. Этот процесс занимает примерно полтора месяца. Полтора месяца просто мою скульптуру снимают формы, там обрабатывают их, готовят для литья и так далее. Это занимает, ну и отливают, и обрабатывают это где-то примерно полтора месяца. Ну и перед этим я леплю скульптуру. И получается, что, конечно, у меня были такие моменты, что приходилось скульптуру лепить в течение месяца, ну полтора месяца где-то. Это очень мало времени для того, чтобы слепить скульптуру в натуральный размер, а тем более сложную. Конечно, это мало времени. Идеальный вариант, когда есть месяца три у тебя, и ты лепишь три месяца свою работу. Это уже в большом размере. Но перед этим ты же лепишь еще эскизы. Лепишь эскизы, делаешь рабочую модель. Это тоже кусок времени. И этот период может длиться и пару месяцев, может и больше. То есть все зависит от конкретных каких-то обстоятельств. Насколько ответственно быть автором городской скульптуры? Она ведь не на один, не на два и не на три года становится. Конечно, конечно. Я очень часто повторяю своим студентам, что скульптор, который создает скульптуру именно в среду, в какую-то городскую, ландшафтную, он несет огромную ответственность. Потому что, если, допустим, одно дело, ты художник пишешь картину, ты ее написал, повесили на выставке, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Где-то в музее она будет висеть, потом ее снимут, фонд положит, будет храниться. Потом когда-нибудь достанут, покажут. Или она будет в альбоме. А другое дело, когда твою скульптуру поставили, и уже 100% она будет стоять 100 лет, а может 200 лет. Бронзовая скульптура. И тысячи людей будут ее постоянно видеть. Мимо проходить в школу идут, или студенты в университет, или на работу кто-то. И все ее будут видеть. И, конечно, если где-то ты схалтурил, если где-то ты ошибся, конечно, многие люди не заметят, возможно, но кто-то увидит и будет думать, ну вот, как-то вот, да. А если все-таки ты сделал ответственно, и не к чему придраться, то, конечно, твоя скульптура, она станет, может, даже брендом и символом. Художественно-графический факультет каждый год принимает в свою семью талантливых студентов. Будущих художников, скульпторов, керамистов, дизайнеров и фотографов. Из поколения в поколение мастера своего дела передают молодежи необходимые знания и в действительности помогают нарисовать мечту. Я изначально сюда хотел поступить именно ради скульптуры. То есть там были варианты других университетов, но там было больше с дизайном, с компьютерной графикой и так далее. И я решил, что беру вене этот университет и скульптуру изначально хотел. Вообще художественная деятельность, она же вся взаимосвязана. Например, рисунок и скульптура. Знания по рисунку пригодятся в скульптуре. И знания по скульптуре пригодятся в рисунке. То есть это все полезно. И плюс хочется, во-первых, научиться, получить что-то знание. И, например, я хочу больше получать, чем дает мне программа университетская. Поэтому я хожу на урок. Скульптурой я начал заниматься сейчас в художественной школе. И сейчас продолжаю заниматься в университете. Потому что это помогает даже больше в работе над рисунком. Потому что ты видишь больше и чувствуешь объем. На обычных занятиях меньше уделяется времени работам. То есть программа немножко сжата. А тут ты приходишь и можешь дополнительно позаниматься и новые задания для себя открыть. Используя выразительные качества формы, скульптур способен создавать образы, в которых предмет и выразительность формы взаимно усиливают друг друга. Такие образы выходят за рамки простого представления фактов и передают нам широкий спектр тонких и сильных чувств. О чем мечтают современные скульпторы? Каждый скульптор, я думаю, и художник. Ну, скульптор в большей степени, конечно, мечтает о том, чтобы его самые интересные задумки нашли отклик, как, ну, наверное, у общества и у людей заинтересованных, тех, которые могут заказать, допустим, скульптуру, и, допустим, скульптура появится в городе, да, там, и станет неким символом. Это, например, об этом мечтает, наверное, каждый скульптор. Мы сегодня общались с одним из студентов, который поступил к нам в университет, благодаря тому, что здесь есть возможность обучаться скульптуре. Что бы вы пожелали абитуриентам и студентам, которые, вот, видят, наверное, свое будущее именно связанное с этим видом искусства? Хочу сказать, что абитуриенты, ну, и студенты первых курсов, которые пришли к нам и хотят заниматься скульптурой, пускай приходят к нам, ко мне приходят на факультатив, я все научу, пускай задают вопросы, а чтобы освоить любой там предмет, да тот же и рисунок, и живопись, занятий аудиторных маловато. Конечно, надо самостоятельно еще заниматься этим. То есть заниматься, может быть, дома, заниматься на факультативах и так далее. То есть если ты хочешь хорошо лепить, надо лепить много. Если хочешь хорошо рисовать, надо много рисовать и так далее. Тогда будут результаты, тогда появится и спрос на тебя, как на специалиста и так далее. То есть пускай приходят. Скульптура отражает в художественных образах реальный мир и отражает его по-своему. Ведь именно произведения трехмерной формы позволяют автору так умело воплотить большие сложные мысли и чувства. С вами была программа «Про искусство». До встречи!